Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, нужен совет. Как вернуть стресс в отношения? Мы вместе 7 месяцев, 2 недели назад он сделал мне предложение, я была счастлива, но ссоры последние 2 месяца были очень частые, даже скорее недопонимания, потому что он немец, я украинка, общаемся на английском, но мой английский очень средний, он любит очень заботиться обо мне, но сексуальное влечение пропало, у него у меня наоборот чувство и стресс растет. Он говорит, что ему нужно время, расставаться не хочет, это были мои самые лучшие отношения, но я испортил все, допустил ошибки и теперь не знаю, как это исправить, мне 36 лет, ему 41, он у меня есть дочь, 22 года, я с ним не захотел ознакомиться, ему это тоже неприятно, я понимаю, что от меня много зависло и как теперь вернуть его в стресс, не знаю, сейчас дали паузу, видит, что скучает, любит, но меня волнует, что он не хочет меня как раньше. Живем в одной стране, в Германии, мы жили, мы почти жили вместе, но сейчас отдельно, потому что у меня курсы 5 дней в неделю, мне удобнее у меня в квартире жить, но мы в разных городах, хотя это не проблема, 20 минут на машине и сейчас на общественном транспорте. Ошибки, если несколько раз собирал вещи и уходил, я сначала восстанавливал в эти моменты, говорил, как любит, как нужна, потом устал, видимо, и сам меня отвозил домой, он просил вещи не забирать и кошку мою обижался часто, порвался ему девушкой, он обещал, что такого не повторится, что просто знакомые, но для меня это недопустимо. Самое по себе произошло, но чувствую, что из-за того, что часто было недопонимание, сначала он мне говорил, что я его не хочу, но это было не так, а потом у него пропало влечение, говорил, что хочешь ребенка со мной, теперь даже не спит со мной, не захотел ознакомиться до того, как сделал предложение, потом направлений не хотел, а предложение он сделал больше на эмоциях. Я видела, что он взял одно из моих колец и понимал, чтобы узнать размер, потом через неделю положил конца на место, и я знала, что сделает он на родительство, но на родительство подарил мне разную одежду, конца не было, вечером пошел к маме, мне не предложил, потом я ему сказала, что он не серьезный со мной, раз с мамой не знакомит, и он показал серьезность. Я обрадовалась, спросила, почему ночью решил, он ответил, что хотел задать подходящего момента, а у меня мысли, что он сначала хотел, потом прерывал, потом признался, что боится потерять свободу, у меня эти слова засели в голове, и при каждом случае я стал говорить, что он свободен делать, что хочет. До нашей встречи у меня были больные отношения, 10 лет, я ушла от бывшего к этому мужчине, потому что почувствовала, что могу быть счастлива с ним, 3 месяца я была самой счастливой, потом начались недопонимания, я начал чувствовать тоже, что и в предних отношениях, хотя мужчины абсолютно разные. Проблема, говорит, в нем, с ним что-то происходит, когда кризис, наверное, в общем истинную причину не говорит. А ныне, ну, смотрите, во-первых, что мне бросилось в глаза очень сильно, это, пожалуй, то, что вы, я бы сказал, довольно тревожны. Вот, это то, что мне бросилось в глаза. Мне бросилось в глаза то, что вы не уверены в себе, мне бросилось в глаза то, что вы сомневаетесь в своей ценности, ценности. Вот, мне бросилось в глаза то, что вы пытаетесь получить гарантии, вот, и мне бросилось в глаза то, что вы как будто бы стараетесь контролировать мужчину, да, вот, и в то же время, при том, что вы стараетесь, значит, его контролировать, вот, я бы сказал, что вы как будто бы без мужчины не можете, то есть вот вы ушли из больных, как вы говорите, отношений, вот, сразу к другому, ну, сразу к другому человеку вы ушли, вот, и это, конечно, не может не оказывать определенного влияния, то есть вы не завершили эмоциональность предыдущих отношений, вот, и, соответственно, ну, в новые отношения перенесли, перенесли все свои такие вот, скажем так, негативные паттерны, вот, поведенческие, которые у вас были не подкорректировав их и не проработав, вероятно, эээ, прав, которые у вас есть, да, из, эээ, ну, прошлых отношений, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, эээ, значит, эээ, возвращение ээээ, эээ, страсти в отношения, ээээ, здесь, для вас, ээээ, выглядит, Вот то, что вы хотите вернуть страсть в отношения, да, выглядит как стремление какое-то, значит, ну, гарантии к стабильности. Вот. Страсть в отношениях, то есть, почему вы хотите, чтобы человек вас, грубо говоря, хотел, да, вот откуда такое желание, вам нужно, на мой взгляд, подумать на эту тему, то есть, как я прихожу к тому, что хочу, чтобы человек меня хотел, вот. Да, то есть, что это для меня значит, то, что мужчина меня хочет, вот. Для меня это значит, что? Что я желанна, для меня это значит, что? Что я нужна, для меня это значит, что? Что человек ко мне, ко мне, ну, привязан, вот. Что это значит? Что это значит? Вот эту проблему нужно решать, потому что сейчас есть такое ощущение, что вы за счет вот этого, да, ну, за счет вот какого-то желания, за счет какого-то стремления, того, чтобы человек вас хотел, мужчина вас хотел, вот, за счет этого стремления, вы пытаетесь решить какую-то свою психологическую проблему, вот. И, само собой, это, ну, далеко не лучший вариант, само собой, это, ну, не решается, вот, ну, таким образом, таким образом, скажем. Вот, то есть, это решается, ну, на мой взгляд, иначе, да, это решается, вот, через, значит, повышение уверенности в себе, это решается через работу с самооценкой, ваше, это решается через определение того, как вы относитесь, ну, вот, к мужчине, к мужчине, да, как вы его видите, ну, мужчину, мужчину я имею в виду, вот. А, и, что он, в принципе, в целом, ну, для вас, как бы, как бы значит, вот, то есть, я думаю, что, я думаю, что, вот, на эти вещи вам нужно обратить свое внимание, вот. А, значит, смотрите, вы пишите, что были счастливы, вот, три месяца была самая счастливая с ним. Вот, когда человек говорит, что он был, ну, там, ну, какое-то время самым счастливым, вот, это очень похоже на то, что ваше счастье зависит от другого человека, вот. Понимаете? А, отсюда, отсюда, контроль, вот, ну, само собой, само собой, отсюда контроль, отсюда ссоры, ну, конфликты и так далее, вот. То есть, необходимо понимать, что ссоры не возникают просто так. А я бы здесь вам рекомендовал бы изучить психологическую игру Скандал. Вот, она есть в интернете. Вот, обязательно, обязательно ее изучите, и я думаю, что вам будет как-то, ну, более понятно, как, каким образом, ну, происходят, да, ваши ссоры и конфликты. Ну, вот, очень сильно вы в себе не уверены, на мой взгляд. Ну, поэтому тут нужно вот брать ответственность на себя, вот. Значит, дальше, что такое страсть? Что такое страсть, что такое влечение, да? В первую очередь, это ощущение безопасности, в первую очередь, это ощущение баверии. Ну, и, понятное дело, что речь может, конечно, идти о совпадении, значит, ну, о совпадении каких-то предпочтений, да? То есть, ну, вот, если предпочтение, вот, так скажем, совпадает, да, то вот страсть, соответственно, может быть, вот. Вот, поэтому мужчин с вами не чувствует себя в безопасности, он, вероятно, ощущает давление, вот, он ощущает контроль ваш, он ощущает, действительно, свободу, потому что вы говорите, что вот тебе, там, пишут девушки и так далее, то есть, это для меня неприемлемо, вот. То есть, вы, как будто бы, вот, в свое время хотите, ну, какого-то, вот, подтверждения вашей, значит, ценности, ну, ценности, вот. И мужчина просто, ну, не чувствует себя с вами свободным, а чувствует себя так, как будто он, вот, в свое время должен, значит, что-то доказывать. Вам, вот, и что-то доказывать, что-то показывать, и, конечно, это, вот, ну, может быть, неприятно, для, для, ну, для человека, ну, вот. И влечение, конечно, вот, пропадает, ну, вот, в силу, в силу вот этих, в силу вот этих факторов, которые, ну, о которых я сказал, вот. Поэтому, ну, нужно, в первую очередь, обрести вам внутреннюю гармонию, да, вне зависимости от того, значит, эм, вне зависимости от того, будете вы, эм, с мужчиной вместе или нет. Вот, то есть, эм, нужно, эм, вам учиться, эм, опоры, опоры на себя, необходимо учиться, опираться на себя, вот, а, а вы сейчас, вы сейчас, опираетесь на него, пытаетесь опираться на него, да, да, вот, а человек этот, ну, воспринимает, да, вот, эм, как, ну, вот, собственно говоря, то, что, э, 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 ну, страсть, э, 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 страсть, э, э, как то вот, э, э, Ну, подавляет. Вот. Понимаете, понимаете, да? И, соответственно, соответственно, это вам и нужно корректировать. Значит, ну, понятно, что язык тут вставляет проблема. Выпишите, это были мои самые лучшие отношения, но я испортил всё. Вот парадокс заключается в том, что вы именно потому всё испортили, что-то были самые лучшие отношения для вас. Как это не парадоксально, как это не парадоксально звучит. Вот. Потому что когда отношения самые лучшие, вот, то человек начинает придавать им чрезмерные значения, вот. Пытается их удержать, значит, ну, отношения я имею в виду, вот. Пытается их как-то вот зафиксировать, пытается дать себе гарантию, что всё будет так. Вот. А, значит, ну, вот, как есть сейчас, вот, на этот момент. Вот. И, соответственно, начинает что-то делать для этого, чтобы это было так. Вот. Ну, а само собой ничего не получается. Потому что гарантии никто дать не может. Вот. Что, как бы, ну, на мой взгляд, опять же, вполне очевидно, да, и вполне нормально. Вот. Что, ну, что гарантии никто не дают. Вот. Если человек зависим, вот, там, ну, от отношений, если человек зависим от другого человека, вот. Ну, будет расти, будет расти его тревожность, вот, будет расти его негативные чувства, вот. Все это будет расти, и по итогу вот все это проведет к конфликтам. Вот. Ну, вот, по моему, в принципе, что вот происходит у вас. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Дальше. Так, вы не захотели знакомиться с его дочерью до предложения. Это, опять же, про, вот, какое-то доказательство, значит, значит, своей ценности, вот. То есть нужно, 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 вот, на мой взгляд, нужно, чтобы мужчина увидел, чтобы он в себе уверен, вот. Ну, ну, чтобы мужчина как-то увидел, что на вас, ну, можно положиться. Вот. И чтобы мужчина увидел, что вы как-то вот, ну, довольно достаточно твердо стоите на ногах. Сами. За себя. Вот. Тогда, на мой взгляд, ситуация будет потихонечку управляться. Вот. На мой взгляд. В целом, ваше сообщение, оно выглядит довольно скомканно. Вот. Вот. И как будто бы вы подробности больше склонны опускать, да? Вот. И добавлять их потом. Вот. Чем намерены разобраться в ситуации. Вот. То есть складывается ощущение, что вы как-будто хотите быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Просто чтобы вернуть страсть. Вот вы пишете. Не захотелось знакомиться до того, как сделал предложение и потом на праздник не захотелось. Такаааааааааа. Всем это связано. А вот, что вы не захотели, ну, знакомиться, как вы к этому, ну, пришли, что вы не хотите, ну, не хотите знакомиться. Какое у вас видение отношений, что знакомство, значит, как-то вот, ну, не входит, не входит, да, в какой-то список того, что вы хотели бы сделать. То есть из этого мы как-то вот делаем вывод, что вы мужчину воспринимаете, вот, знаете, как-то отдельно, а отдельно от его всего окружения. Вот. Ну и это поднимает вопрос о том, как вы его воспринимаете, вот. Ну, человека я имею ввиду, как вы воспринимаете человека, вот. Как вы его видите, как этот человек, значит, вот, ну, позиционируется для вас, и как вы себя, значит, позиционируете с ним. Вот. Это очень важно. Очень важно на эти вещи обратить внимание. Конечно. Так, дальше, значит, самое по себе произошло чуть-чуть из-за того, что часто было недопонимание. Ну, недопонимание, в том числе из вашей страны, да? Вот. Вот вы пишите, что вы сказали ему, что он не серьёзный со мной, раз мама не знакомит, и он показал серьёзный. Вот вы хотите серьёзности, чтобы быть уверенным. уверенным. Уверенным в, там, допустим, ну, в будущем. То есть, вы пытаетесь решить свою, вот, как раз, психологическую, значит, проблему, ну, таким образом. Вот. И в этом вся беда, потому что, ну, как бы за счёт человека, да? Ну, за счёт, мужчин. Вот. Решать. Вот. Ну, ваши проблемы. Идея не лучшая. Вот. И отсюда ваши трудности идут. Вот. Ну, на мой, на мой взгляд. По крайней мере. Вот. Вот. Вот вы пишите, у меня мысли, что он сначала хотел, потом придумал, потом признал, что боится потерять свободу, мне эти слова засели в голову, и при каждом случае я стал говорить, что он свободен делать то, что хочет. Вот вы пишите, что они вас засели в голову, эти слова, да? А как? Чем? Ну, чем они у вас засели в голову, вот, буквально? То есть, ну, вас задело что-то в этих словах. Давайте попробуем, ну, попробуем разобраться, разобраться. Вот. Я думаю, это важный момент, ведь, если вы обращаетесь сейчас, вы обращаетесь сейчас к психологу. Вот. Поэтому давайте разберёмся, как у вас эти слова засели. Вот. А если они вас задели, да, например, то, чем, чем они возродили эти слова. Вот. Это очень важный момент. Но, потому что сейчас, 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 складывается впечатление такое у меня, что вы себя не очень хорошо знаете. Вот. Вы себя не очень хорошо знаете. Не очень хорошо отдаёте себе отчёт, что происходит именно с вами. Вот. И как результат, как результат, конечно же, появляется вот проблема. Вот как-то так, как-то так. Я бы ответил вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что вам это было полезно. Да, да. Смотрите. Ещё такой момент. Вы не задаёте вопросов. Вы просто совет, как вернуть страсть в отношения. Да? Вот. Ну, для страсти, для ответа на этот вопрос, на информацию, это первое. А второе, советов психологи не дают. То есть это очень тоже важный момент. Вот. Что советов психологи не дают. Мы помогаем разобраться в себе, но не даём советов. Вот. То есть, вам нужно понимать, что работа, это будет, ну, про вас. Вот. Работа это будет с вами. Вот. А не с... Мужчина. Вот. Ну, и естественно, 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 что нужно, конечно, знать и о нём, и о вас, да, и так далее. Вот. Самое главное, это поработать вот с условиями для возникновения страсти и с гармонией. Ну, внутренней гармонией. Я имею ввиду. Вот. Кхм. Кхм. Которая. Кхм. Кхм. Которая. Ээээ... Набавно на мне зависит исключительно только от... Ну, от мужчины. Судя по всему. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать, ну, над собой работу. Вот. Seo Ta. Поп playing наcoll 않을иллика. Хорошо. Кхм. Хм. If I pass, please. If I pass, please. В hard Cincinnati. Jacaine.